Соловьи щекочут, поют, трелят, кешат, сами глаголы превращены в эпитеты. В 18-19 веках была развита соловьиная охота, умение выслушивать певцов в природе и содержать их в клетках. Считалось, что хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колено. Что такое колено? Это строфа, сочетание звуков своих или же заимствованных у других птиц. Каждое колено имело свое название. И курский соловей исполнял до 20 колен. Но что же он умеет сейчас? Давайте послушаем. Мы насчитали всего 7 колен. Но слышите, каждое колено он проговаривает четко, варьируя их очередность, как настоящий мастер. А вот московский соловей. Послушайте, тут есть и свиница, и трескотня, и скворец, и дубка. Он может вплести сюда даже бой сирены. У него песня богаче. Мы насчитали 14 колен. Но выдает он их скороговоркой. Эту черту подмечали за ним соловьиные охотники еще в прежние времена. Почему так изменилось соловьиное пение? Сказались вырубка лесов и особенно уничтожение кустарников. Уменьшилось птичье население, а от разнообразия общего хора и зависит богатство соловьиной песни. Продолжение следует...